доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала предлагаю вашему вниманию статью под названием слезы по футболу 25 века статья написана в субботу 15 мая 2021 года и так начинаю я ребята со стандартного обращения к вам если ролик вам понравится ставьте лайки очень прошу вас не стесняться и высказываться в комментариях по поводу услышанного и увиденного от лайков и ваших комментариев зависит уровень выдачи ролика поисковыми роботами youtube а это означает что все больше любителей футбола и профессионалов смогут ознакомиться с содержанием ролика и канала в целом также буду признателен если поддержите канал в меру своих возможностей необходимая информация под каждым видео а теперь по теме я вообще-то не очень большой любитель комментировать высказывания современных футбольных тренеров во-первых их бесконечное множество а во-вторых все эти высказывания вызывает как минимум грусть а как максимум сердечную боль подкаст же который я решил прокомментировать попал фокус моего внимания только лишь потому что парни замахнулись на 25 век я в своих творческих фантазиях заглядывал в 22 век но дальше даже не пытался так как понимал что это уже удел либо ясновидцев либо самого творца а тут бах ни много ни мало сразу 25 век амбициозность ребят как и любой к футболу на лицо это меня очень привлекло и посеяло надежду на то что я услышу вещи которые будут созвучны с постулатами аксиомами и принципами новой футбольной идеологии автором которой является ваш покорный слуга извините за нескромность но сталось не так как гадалось те мысли которые я услышал если бы футбол развивался в нужном направлении и не пробуксовывал актуальный современный для конца 90-х годов прошлого столетия но никак не для 25 века услышанное меня разочаровала когда я слушал этот подкаст моя душа плакала я так надеялся что ребята выскажут мысли которые будут актуальны и современные для конца 21 века услышать что-то о 22 веке я даже не мечтал не говоря уже о 25 оказалось что я слышал рассуждения в формате старой футбольной идеологии впрочем старое и новое я сравнивать здесь не буду задача которую я поставил перед собой это прокомментировать мысли авторов подкаста и показать насколько они диссонируют или гармонируют с мыслями автора этого канала начало подкаста обнадеживающее да чуть не забыл в начале я хотел весь аудиоряд подкаста порезать на кусочки и прокомментировать каждый из них но потом я отказался от этой идеи так как не уверен что меня не обвинят в нарушении авторских прав и несанкционированном использовании информации других авторов поэтому решил цитировать авторов канала но не дословно а передавать точный смысл их высказывания точно смысла я гарантирую так как у меня нет мысли кого-то говорить о клеветать и так далее итак я начинаю вот первая цитата самое начало подкаста цель нашей работы показать что футбол это одно из ярчайших проявлений творчества в жизни человеческой цивилизации моя реакция замечательная и великолепная мысль браво ребята а дальше российский тренер рассказывает как в российской федерации строится обучение футболе мы тренируем быстрого игрока вот цитата мы тренируем быстрого игрока мы тренируем отдельно быстроту потом мы отдельно тренируем технику потом мы отдельно тренируем тактику и потом выходим на игру и хотим это соединить конец цитаты моя реакция это дословная цитата и это очень важно потому что она зеркало старой футбольной идеологии далее российский тренер рассказывает о том, что он почерпнул на курсах Барса Коуч, пройдя первый модуль обучения. Оказывается, что существует каких-то восемь структур обучения, где одна из них физика, другая скоростносиловая подготовка, третья мозги и так далее. И гениальность философии Барса Коуч заключается в том, что все эти структуры должны работать вместе. Да, поржал я от души. Так это же и коню понятно, ребята. Если это передовая мысль футбольных ученых Барсы, то мне становится очень и очень грустно. Цитата. Они это обосновывают науками, сказал Игорь. Какими науками, друг сердечный? Может быть, теми, которые до сих пор не дали определение ключевому понятию в футболе футбольная команда? Может быть, теми, которые вперли в тренировочный процесс тесты Купера, которые были разработаны для военных Соединенных Штатов Америки? Может быть, теми, которые не знают, что тактика без стратегии существовать не может? Может быть, теми, которые не знают, как сформировать мотивацию к самосовершенствованию футболиста, не говоря уже о том, что это такое вообще? Очень грустно, что вы, молодые ребята, как и ваши учители, заглядываете в рот с упоением футбольным мыслителям Европы и даже не пытаетесь мыслить критически. Хотя, кто знает, может быть, и пытаетесь. Хави как-то сказал, что футбол – это игра пространства и времени. Я не знаю, его ли это мысль, или это мысль того, кто его обучал, или жил еще до него. Мне все равно. Для меня важно, что это гениальная мысль. А, как известно, все гениальное просто. Если придерживаться только этой мысли, то уже можно понять, как обучать, тренировать и играть в футбольных матчах. Интервьюер спрашивает, какая, мол, главная идея в российском футболе? На что тренер Локомотива честно ответил. Кто кого перебьет, кто кого перебегает. Спасибо тренеру за честный ответ. Это и есть главная футбольная идея современного постсоветского футбола. Этот подкаст довольно емкий, но моя задача не комментировать каждую фразу участников беседы, а выделить те моменты в их разговоре, которые я считаю значимыми. И так продолжаю. Ребята говорят о том, что темп на тренировке должен быть таким, как в игре. Моя реакция – это грубая ошибка. Цель любой тренировки – это качество, качество и еще тысячу раз качество исполнения, как отдельных технических элементов, так и игровых фрагментов. Только после того, как отшлифовано то, над чем работали, тогда уже можно добавить интенсивность. Почему интенсивность тренировки не должна равняться интенсивности игры? Если команда не тренируется ежедневно, то это бесперспективно в плане успешной игры. А теперь представьте, что у команды каждый день игра. Что будет с игроками через неделю? А через две недели, если их интенсивность тренировок будет равна игровой интенсивности? Вам все ясно? Грустно, что это не понимают участники подкаста. Речь может идти только о ситуативной фрагментарной интенсивности. Ребята вспомнили о Коноплянке и Ермоленко. И интервьюер предположил, что у них недостаточно мозгов, чтобы принять новое понимание игры. Есть у них, ребята, и мозги, и готовность понимать игру. Просто с детства понимать игру их никто не обучал. В этом проблема. Они не привыкли интенсивно ни бегать, ни прыгать, ни интенсивно мыслить на поле, что частенько было видно по их унылой и предсказуемой игре. У них просто зажирели мозги. Не в обиду им будет сказано. Эти ребята очень способные, но не их вина, что они родились не в то время и не в том месте. Два слова о химических связях игроков. Было что-то сказано и о языке общения на поле, но ни слова ребята не сказали ни о полевом языке жестов, ни о языке жестов общения тренера с игроками во время игры. Очень грустно, что ребята еще до этого не дотянулись. Говоря о химии взаимодействия игроков, нужно еще понимать, что все это моделируется морально-нравственным воспитанием. Ребятам не вдомек, что команда – это духовный монолит, одна из граней которого – высокий морально-нравственный уровень. Затронули игру и взаимопонимание Хави и Иньесты. Все правильно, но не нужно забывать, что они больше тысячи раз за матч крутили головой, без чего в современной игре обойтись невозможно. Постоянное верчение головой – это и есть яркое подтверждение того, что футбол – это игра пространства и времени. Свою солидарность с Хави я высказал в статье и ролике под названием «Трагедия одного дециметра». Причем в футболе связь между пространством и временем настолько загадочна и необычна, что не каждый ее сможет понять. Достаточно сказать, что время очень часто определяется пространством, и наоборот. Хотите пример? Пожалуйста. Вы – нападающий, и ждете передачи, находясь на дуге штрафной соперника, где в спину вам дышит центральный защитник противоборствующей команды. Если вы примете передачу в такой ситуации, которая сложилась, то времени на обработку мяча, разворот лицом к воротам соперника у вас не будет. Такого времени не будет. Казалось бы, ситуация безнадежная и бесперспективная для нападающего. Но, если он сделает короткий рывок навстречу летящему к нему мячу и примет мяч в недодачу, то у него появится пространство, дистанция по отношению к опекающему его еще мгновение назад центрального защитника. Получив пространство, нападающий выцедил из него, из этого пространства, бесценное время на обработку мяча и разворот лицом к воротам. Другими словами, нападающий создал для себя пространство, которое, в свою очередь, подарило нападающему бесценное время. Ребята упомянули о статистике и высказали мысль, что она вторична, абсолютно согласен. Иногда она откровенно вредна. Я уже выкладывал ролик о тактико-технических действиях. Затронули третьему Ронда. Долго комментировать не буду и скажу, что Ронда – это глупость, на мой взгляд. Заключительная часть подкаста касалась той или иной степени понятия пространства и времени. Все крутилось вокруг понимания игры футболистами. Все это очень правильно. Молодцы, ребята. Но это не 25-й век. Еще раз повторю, что это, скорее всего, 90-е прошлого века, если бы футбол развивался, а не стоял на месте. Почему я не увидел будущего в подкасте? А как я его могу увидеть, если первое – ничего не сказано о мотивации к самосовершенствованию, без формирования которой говорить о техническом потенциале игроков команды смешно. Второе – ничего не сказано о футболисте, как матрице мышечной памяти. Третье – ни одного слова не сказано о том, что же такое идеальная футбольная команда, без которой как ориентира, как маяка в работе создать полноценную команду невозможно. Четвертое – ни одного слова не сказано в плане раскрытия взаимосвязи стратегии и тактики. Пятое – ничего не сказано о новой футбольной идеологии, где во главе угла находится ее величество команда, а не отдельно взятый футболист. Шестое – ни одного слова не сказано о селекционном фильтре, без которого тренерская работа – пустая трата времени. Седьмое – ни одного слова не сказано о контрактной идеологии, которая требует срочной трансформации. Восьмое – ни одного слова не сказано о КСФТО – комплексе специального футбольного тренажерного оборудования, о котором современный футбольный мир понятия не имеет, и без которого подготовить футбольного мастера невозможно. Ни одного слова не сказано о взаимосвязи техники и физики, без понимания которой, то есть этой взаимосвязи, говорить о создании команды просто смешно. В одном из пунктов я сказал, что работа без созданного селекционного фильтра – тренерская работа, пустая трата времени. Сказал я, конечно, жестковато, потому что я никого не хочу обидеть из тренеров, которые творчески подходят к работе, которые мыслят, которые чего-то пытаются добиться и добиваются. Я просто хочу сказать, что селекционный фильтр в разы, а может быть даже на порядок, облегчает тренерскую работу. Именно это я хотел и сказать. Поехали дальше. И через железобетонную стену этих девяти пунктов вы видите 25 век? Тогда у вас рентгеновское зрение. Еще раз повторю, что футбольные мировоззренческие потуги этих ребят тянут на конец 90-х прошлого столетия. Именно тогда их мысли были бы передовыми. Думаю, что этих девяти пунктов достаточно, чтобы понять, почему моя душа плакала, когда я слушал этот подкаст. Теперь я понимаю, что даже прогрессивно настроенные думающие ребята очень далеки от презентованного 25 века. Могу ли я им помочь в их работе по приближению футбольного будущего? Конечно могу, но вряд ли они ко мне обратятся, так как считают свои мысли передовыми. У меня все, пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного.